Дорогие слушатели, мы с вами сегодня начинаем работу нашего вебинара по теме, которая была объявлена задолго, как подготовить дошкольника к обучению и решению задач. Мы будем сегодня говорить об этом. Я включаю нашу презентацию. Сразу хочу сказать, что вы ее сможете скачать. Где? Чуть позже мы вам скажем. Итак, я представлюсь. Меня зовут Ритья Козова-Борисовна. Я работаю директором методической службы образовательного учреждения, которое называется Образовательный центр «Гармония». Вот с чего мы начнем. Вообще, когда я готовилась к этому вебинару, вы знаете, первое, что заставляет задуматься, что слово «задача» ни в одной программе, которая сейчас у нас рекомендована или разрешена для использования в дошкольных образовательных учреждениях, так вот ни в одной такой программе слова «задача» нет. Тем не менее, мы, в общем-то, волнуемся по этому поводу, потому что ребеночка надо подготовить к обучению в школе. И, безусловно, одним из аспектов математической подготовки очень важным является решение задачи. Ну, вот для того, чтобы наш разговор был более предметным, я подготовила кое-какую литературу. Я буду вам ее показывать, если возникнет интересный, безусловно, сможете найти. Иногда эти пособия будут вызывать у вас вопросы, как же так, там же не про дошкольников. Но дело в том, что мы сегодня пытаемся совместить два таких несовместимых понятия – дошкольник и задача, математическая задача. Именно поэтому мы будем обращаться к разного рода источникам. Я приветствую всех наших слушателей, мы начинаем работу. Итак, вот я взяла книжечку замечательного такого автора Шевкина, который еще в 2002 году написал книжечку «Обучение и решение текстовых задач в 5-6 классах». Я себе позволю зачитать большую цитату, а вы, наверное, каждый отметите ее, ну, в общем-то, актуальность, злободневность на настоящее, в наше время, или, может быть, не отметите, но тем не менее. Вот смотрите, введение буквально два предложения. В последние годы самые сильные отрицательные эмоции у учащихся на уроке математики вызывают задания «решите задачу». Примерно половина из них на контрольной работе даже не приступает к решению так называемых текстовых задач. Почему так происходит? Ну и дальше автор размышляет, кто виноват и что делает. Согласитесь, вот 2002 год, прошло почти 15 лет. Как ни грустно, но эта ситуация с задачами в школе, она, в общем-то, продолжается, да? По-прежнему наши детки боятся решать задачи, по-прежнему мы думаем над тем, каким образом нам работать в этом направлении. И вот мы сегодня попытаемся с вами дать, ну, мы представляем, конечно, свое видение всех этих вопросов, да? В частности, вопросы подготовки к обучению и решению задач. Вот. На вашем, на этом слайде вы видите план вебинара. Значит, мы поговорим о многих вещах. С учетом того, что тема у нас, в общем-то, связана с таким хорошим вопросом, который, в общем-то, напрямую отсылает нас к преемственности между дошкольным и начальным образованием, многие вещи мы будем освещать именно вот с этих позиций. Итак, прежде чем говорить об обучении и решении задач, давайте посмотрим, какие у нас существуют документы, отражающие, ну, современное положение дел вот в нашем дошкольном образовании. Так называемые стратегические документы, те, которые указывают нам направление, путь и вообще глобальные задачи. Вы видите. Значит, что нас будет больше всего интересовать? Конечно, вот один из последних документов, все эти, в общем-то, документы вы знаете, и педагоги практики, пожалуй, лучше многих исследователей, вот, потому что приходится с этим работать напрямую. А нас будет интересовать концепция развития математического образования в Российской Федерации. Она утверждена, ну, сравнительно, недавно, это 13-й год. Вот. И, в общем-то, когда мы говорим об этой концепции, мы понимаем, что математическое образование, в общем-то, его статус как-то, вот, средствами данной концепции пытаются несколько приподнять. Но в конечном итоге все сводится к чему? К ответу на вопрос, как это делать. Если же говорить о другом основополагающем документе дошкольного образования, то это стандарт, который, ну, концепция появилась в 13-м году. Стандарт, в общем-то, как бы за ней следом пришел в образовательное учреждение. Вот здесь есть такие данные у нас на слайде, да. И мы понимаем, что в программе, которую рекомендует нам стандарт, образовательные области в явном виде не выделяют математической подготовки. Мы только видим, что есть различные виды образовательных областей. Ну, и, например, вот мы говорим, когда о познавательном развитии, которое должно быть реализовано, да, о речевом развитии, о социально-коммуникативном развитии, о художественно-эстетическом. Пожалуй, в каждом из этих направлений мы можем говорить и о такой математической составляющей. Как это выглядит, ну, наверное, в силу тех особенностей возрастных, индивидуальных и прочее, все, что касается маленького ребенка. Так вот, если, пока этот слайд я оставляю, если мы будем говорить вообще о математической подготовке в общем и целом, то, вы знаете, вот с недавних пор в нашей стране регулярно проводится тестирование различных, значит, различными международными организациями на предмет выявления математической подготовки младших школьников. И самое вот интересное наблюдение связано с тем, что по-прежнему наши дети очень неплохо владеют знаниями, умениями и навыками и испытывают затруднения в заданиях так называемого исследовательского характера, проектного характера, в тех заданиях, которые требуют, в общем-то, активизации их мыслительных действий и оперирования определенными средствами, ну, которые, в общем-то, уходят в сторону от знания и парадигмы, а, в общем-то, характеризуют некие новообразования. Ну, а попросту сказать, ну, мы-то по-прежнему остались в знаниях и парадигме. И это понятно, потому что мы все из нее вышли, мы все на ней воспитаны и выросли, да, и вот сейчас переломить это очень, ну, непросто, это, в общем, требует больших усилий. Конечно, цель образовательной политики заявлена очень корректно и реализует права каждого ребенка, и это особенно приятно. Заметьте, вот не всех под одну гребенку, вот если попросту говорить, а вот у каждого ребенка есть право на качественное и доступное образование, равные условия, полноценное развитие физическое, психическое. Вот это все, конечно, очень важно. Очень трудно, конечно, ребятам дать какой-то единый, так сказать, старт, да, ну, единые условия. Каждый возьмет ровно столько, сколько он может взять. Но давать мы будем, именно учитывая то, что каждый ребенок имеет право на доступное образование. Так вот, возвращаясь к концепции, посмотрите, вот наверняка многие из вас смотрели эту, так сказать, этот документ важный, вот, и не случайно в концепции дошкольное и начальное общее образование объединены в единый пункт. Ну, достаточно формальный. Вообще язык документов всегда надо переводить на такой наш разговорный язык, да, простой, чтобы он был понятен, потому что стандарт читаешь и удивляешься. Надо же, как здорово сказали, что бы это значило. И, в общем-то, приходится очень много усилий прилагать. Так вот, в дошкольном образовании, что у нас должно быть? Вот здесь записана система учебных программ должна обеспечить. В дошкольном образовании это прежде всего условия для освоения воспитанниками некоторых форм деятельности, первичные математические представления, ну, и то, что они используют в жизни. Это что у нас здесь? Вот, расшифровывая в скобках, ну, каждый из нас может назвать. Это прежде всего какая-то информационная среда, это доступные средства обучения, доступные средства познания, да, какие-то педагогические, вот, в данном случае, мы пишем так, образовательные ситуации, а я бы сказала, дидактические и методические условия, и средства педагогической поддержки ребенка. Вот это все в комплексе и будет создавать некое образовательное пространство для нашего дошкольника. А в начальном общем образовании, ну, вы видите, широкий спектр математической активности обучающихся, как на уроках, так и в неурочной деятельности. Здесь, в общем-то, отсыл идет к предметному содержанию, но мы-то с вами знаем, что в начальной школе сейчас речь идет о так называемом субъектной позиции, субъекте, значит, образования и о субъектной позиции ребенка в обучении. То есть он у нас активный участник, мы с ним активно взаимодействуем и включаем его в учебную деятельность. Вот здесь очень важно понимать, что вот эти две позиции, они активным образом взаимодействуют, пересекаются, и одна без другой невозможно. То есть мы уже сейчас в дошкольном образовании, ну, в общем-то, с вами задумываемся, как обеспечить ребенку успешность в начальном образовании. Ну вот, непосредственно к теме нашего занятия. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием отвечу. Для того, чтобы разобраться вообще, как ребенка маленького подготовить к обучению решения задач, наверное, нужно зайти именно вот с этих позиций и вообще понять, что существует. Вот. Ну, прежде всего, в начальном курсе вообще математики договорились, условились, и так испокон век он существует, что любое задание можно считать задачей, оно является задачей, потому что содержит условия и содержит требования. То есть есть известные и неизвестные. Вот я вам привела примеры, в данном случае, вот три выбрала, казалось бы, да, вот, реши уравнение. Реши уравнение – это требование, а сама запись – это условие. Мы видим, что есть здесь у нас в левой части компоненты сложения, х как раз неизвестное у нас число, надо его найти. Решается аритметическим способом, на основе взаимосвязи компонентов. Скажем. Или, например, первое задание. Здесь нужно составить верные записи. Это требование. А условие какое? Используя данные числа и знаки. И так далее. То есть, каждое задание в математике – это по факту задача. Но начальное образование вот так интересно, значит, выстраивалось, да, что, ну, в общем, себе присвоило некую исключительную такую, что ли, видение этой проблемы. И понятие текстовой задачи, оно относится, в общем-то, к начальной школе, ну и потом перекочевало в старшую школу. В общем, вот здесь на слайде вы видите, что такое задачи. Я не буду повторяться, значит, все понятно. Да. Вот для выполнения каждого требования какой-то определенный способ действия, там, или метод, или какие-то выявляются, значит, там, какие-то, ну, новые требования и так далее, да. В зависимости от того, что мы будем делать, а в зависимости от того, о чем идет речь, да, выделяют разные виды математических задач. Это и комбинаторные, и логические, и арифметические, и геометрические. Я поясню сейчас, скажем, каждое из этих понятий, чтобы нам было ясно, о чем речь идет, да, и как это вообще может проецироваться на дошкольника. Вот. Ну, когда мы говорим вот об этом многообразии задачи, это вовсе не значит, что все они обязательно должны быть в дошкольном учреждении. Нет, конечно. Мы будем их готовить. Нам надо понимать, к чему мы их готовим. Например, когда вы будете для себя брать, допустим, разбираться с геометрическими задачами, мы вам советуем взять пособие наглядной геометрии с первого по четвертый класс. Возможно, вам будет достаточно только первого класса, если мы работаем с дошкольниками, да, но тем не менее это, в общем, будет такое самообразование. Вот первый класс. Что здесь у нас? Посмотрим по тематике. Это взаимное расположение предметов, оперирование пространственными образами, пространственными отношениями, тема целой части моделирования из бумаги и тема, которая, значит, у нас уточняет бытовое потребенка поверхности линии точки. Я покажу только одну страничку, не буду попросту вам, значит, рекламировать эту тетрадь, просто как пример. Вот, пожалуйста, когда мы говорим о дидактических и методических условиях, с учетом возрастных особенностей маленьких детей, да, это, конечно, опора на игровую деятельность. Это ведущий тип деятельности в детском саду. И не надо преждевременно их отсылать в учебную деятельность. Вот, пожалуйста, такой замечательный момент. Мы сейчас говорим о подготовке детей уже старшего дошкольного возраста, это детки 5-6-7 лет, да, старшая группа детского сада. Вот как работать с таким заданием, да. Мы чуть позже поговорим о так называемых, там, тетрадных педагогиках сейчас говорят, говорят о том, что, в общем-то, не нужно, чтобы они за партами сидели и так далее. Вы знаете, когда ребенок рисует, он уже с двух лет сидит за столиком и работает с красками. И это для него нормальный вид деятельности. В данном случае все зависит от того, как ребенок готов. Мы можем вырезать цветные круги, зеленые и красные, и сказать, давайте-ка возьмем зеленый круг, зеленый круг в правую руку, а в левую руку красный круг, и посмотрим, как они ориентируются в пространстве. Это их бытовой опыт, который мы пытаемся переложить на язык математики. Или, например, когда мы работаем, вот рассаживаем детей за столом, так, чтобы Катя сидела, значит, справа от Миши, а Лена слева от Миши. Вот надо и так сесть. И ребятки наши бегают, мы устраиваем так, как мы говорим, оживляем эту ситуацию, у нас игра получается и так далее. Здесь все достаточно просто в этих тетрадочках, и, собственно, все сюжеты и ситуации, которые представлены, ребятам по силе. Когда мы говорим о комбинаторных задачах, мы тоже, в общем-то, понимаем, что комбинаторная задача – это задача, которая решается без больших вычислений, на основе использования различных комбинаций. Ну, опять приведу пример, да, мы не будем, как бы, углубляться в дебри, но в то же время мы должны понимать, что ребята этими способами деятельности овладевают иногда даже действуя интуитивно. Вот такой, знаете, баланс между интуицией и знанием. Вот, пожалуйста, простейшая задача. У Миши в коллекции грузовые и легковые машинки. Вот они все нарисованы, а мы можем их выставить, да? Вот мальчику нужно взять одну машинку. Ну, дальше появляется, конечно, математика, сколько у Миши возможных вариантов выбора – взять легковую машинку, грузовую машинку, любую машинку. Но ребенок, когда делает такой перебор, он говорит, я могу взять или эту, или эту, или эту. И мы понимаем, что вот легковую машинку он может выбрать четырьмя способами, да? А, значит, грузовую машинку пятью способами и так далее. И пирамидки мы можем с ними выкладывать и прочее. Вовсе не обязательно терминологию эту всю вводить. Мы же понимаем, что терминология – это следующая ступень. Но вот овладевать способами действий, в ходе которых первичные такие, что ли, азы комбинаторного мышления наш ученик будет познавать, безусловно, эти ситуации нужны. Так, идем дальше. Логические задачи. Ну, я здесь взяла страничку первого-второго класса. Но здесь, да, это тоже, простите, комбинаторная задача. Не комментирую, если будут вопросы, потом отвечу. Логические задачи – это вообще отдельный, как бы, пласт задач. Задачи, которые являются посредством, решаются посредством рассуждений. Вот, всяких разных. Мы в начальной школе говорим об индуктивных и детективных рассуждениях. В детском саду мы будем говорить об таком формировании умений выполнять простейшие суждения, значит, рассуждения в таких, ну, в связи, когда будут связаны самые простые суждения, самые простые. Вот, вот логические задачи как раз нам дают такую возможность. Я специально привожу все эти пособия, потому что вполне возможно педагогам для школьных образовательных учреждений будет интересно такой маленький шажок сделать в начальную школу, в первый класс, потому что это все-таки перспектива для наших детей. И мы с вами должны понимать вообще, к чему мы идем. К чему мы идем. Вот. Поэтому вовсе не значит, что нужно слепо переносить содержание из школы в детский сад. Нет. Это вот сейчас понимание приходит. Но в целом мы должны понимать, к чему мы, ребят, готовы. Так. Ну вот, если будет вопрос по этой страничке, прокомментирую. Здесь опять дидактическая игра. Жили-были три котенка, белый, серый и рыжий. У каждого был свой домик. В каком домике жил каждый котенок, если серый не жил в первом домике, а белый жил во втором? Вот мы готовим, ребятка, такие маски. Они их на головке надевают. У нас домики стоят. И вот мы, значит, выбрали трех котят. Да. Кто у нас там сегодня будет котенком, белым, серым и рыжим. И надо каждому занять свой домик. Ребятки, давайте поможем нашим котятам. Ну, что я рассказываю, вы лучше меня это можете сделать и выполнить. А вспомним пресловутую, такую классическую задачу. Вот, коза и капуста. Да. Это же логика в чистом виде. Ну, так она раньше трактовалась по-разному. То она занимательна, то она еще какая-то. Да. По сути, это логика рассуждений. Когда всевозможные логические связки учитываются. Вот наш крестьянин. Вот волк. Да. Вот крестьянину надо их перевести. И он со стороны так наблюдает, размышляет. Чего ему делать? А здесь у нас персонажи. Волк, коза и капуста. Вот эти маски, которые изображают каждого персонажа. Опять мы их, значит, на себя надеваем. Вот у нас условная река, коврик какой-то. И нам надо это все сделать. Безусловно, мы не будем им, ну, прошу прощения за просторечие, морочить голову всякими умными словами. Мы будем предполагать, как мы можем поступить. Вот, допустим, ребенок, изображающий, у которого на голове шапочка капуста и шапочка коза. Взялись за ручки и пошли вместе. А наши слушатели, наши, значит, эксперты, можно это слово сказать, они его слышат, кстати, вот в повседневной жизни. Ну, кто-то чаще, кто-то реже, это все же зависит от круга общения, да? Тем не менее. Ребятки, а мы можем вот позволить вот так, чтобы поехали вместе коза и капуста? Что же случится-то? Так, не можем, значит, если вот это, вот тут может педагог итог такой выполнить, сказать, ребят, вот смотрите, если мы берем вот этих двух наших героев, то что у нас получается? Никакой перевозки не получается. Капусту съест коза, а волк останется вот здесь, и никто никуда не поедет, и дальше будет очень грустно. Поэтому берем следующую пару и так далее. Это все, опять-таки, элемент игры в детском саду, но игры такой, знаете, дидактической обучающей. Или вот задания, связанные с завязыванием банта. У Кати бант не желтый, у Лены не красный, а у Маши самый большой. Смотрите, это простейшие признаки, которыми ребята оперируют, потому что это цвет и размер. Но еще включается логическая такая форма высказывания, связанная в данном случае с двойным отрицанием. У Кати бант не желтый, а у Лены не красный. Значит, он должен понимать, вот этот не Катин, вот этот не Лены бант, а у Маши самый большой. Пожалуйста, эти банты можно завязать на самом деле, а можно их изготовить из каких-то подручных средств, вырезать. Ну, лучше всего взять платки, шарфы и так далее, и поиграть. Это игра, которая, в общем-то, ребятам помогает свой чувственный такой базовый опыт, значит, облечь форму, ну, какого-то математического представления, маленького знания, которое немножечко расширит их кругозор. Вот, коллеги, когда мы говорим об этих пособиях, ну, конечно, это пособие прежде всего для педагогов, да? Ну, возможно, они дадут вам толчок для того, чтобы выполнить задания какие-то, организовать занятия и так далее. Кстати, вот по поводу терминов иногда говорят, вот почему это дошкольное образование сейчас так активно, термин занятия у нас, значит, включается. Это, дескать, прямо вот бьет по, так сказать, по ребенку, он лишается естественных своих, так сказать, радостей, и вообще, куда мы его ведем. Коллеги, дорогие, мы же с вами прекрасно понимаем, что и те формы, которые используются в дошкольном образовательном учреждении, могут быть скучными, однообразными и унылыми. И занятия можно организовать так, что глаза будут гореть у ребенка, он с удовольствием будет рассказывать, что он делал на занятии. Поэтому дело не в названии, а в содержании. Вот я бы так сказала. И мы это с вами прекрасно понимаем. Итак, мы сегодня будем говорить об арифметических задачах. Ну, здесь вот, значит, арифметические задачи. Текст, в котором, в общем-то, встречаются условия, вопрос, есть некоторые количественные отношения между объектами, которые ребятам знакомы. Эти задачи иногда называют по-разному. Они текстовые, они сюжетные, они вычислительные. Почему так происходит? Ну, вообще происходит все от названия самого раздела начального курса математики. Арифметика. Когда-то у нас вообще был учебник просто арифметики. Арифмос, число. Значит, все, что мы касаемся арифметики, это относится к вычислению, к вычислительной деятельности. И тут же сразу понимаем, а, если задача арифметическая, значит, она решается с помощью арифметических действий, то есть вычислений. Вот этот класс арифметических задач. Далее, просто, как бы, дополнение такое. Начальный курс, он состоит из трех линий. Это арифметическое, алгебраическое и геометрическое. Вот, арифметическое вычисление, алгебраическое связано с элементами алгебры, с которыми ребенок знакомится. Это числовые выражения, значения, числовые неравенства, буквенные выражения, уравнения, которые то включают, то убирают, ну и так далее. Ну и геометрическое содержание, я не буду комментировать, это понятно, элементы геометрии. Так, хватит. Вот, мы будем говорить сейчас еще небольшой такой фрагмент. Вот, да, тут у нас есть пособие «Учимся решать задачи». Рекомендую всем дошкольникам взять тетрадочки первого класса, посмотреть на них. Значит, это издательство «Линкопресс». Вот, есть фильмы очень интересные, да, в которых сняты фрагменты занятий и уроков. Вот, давайте посмотрим. Какие существуют способы решения арифметических задач? Вообще, решение, такое слово, многогранное. Его можно понимать как? Решение как результат, то есть, когда уже ответ готов, да, и решение как процесс нахождения результата. А тогда у нас что получается? Это, значит, способ, в котором мы работаем, или по какому алгоритму я действую. Ну, алгоритм, слово такое суровое, да, вот в какой последовательности я выполню действие, чтобы получить результат. Ну, вот простой пример. Значит, возьмем, какие могут быть способы решения, которые, и какие из них доступны нашим ребятишкам, вот которые пойдут в первый класс. Наташа раздала 6 конфет своим подружкам, каждый подвес, сколько девочек получили конфеты. Вот вы видите здесь всякие разные способы, их всего 4. Это практический или предметный. Это арифметический, алгебраический и графический. Какой он нам доступен? Ну, конечно, практический. Мы берем либо конфеты, либо модели этих конфет. Все скажут, моделирование – это так сложно, как ребенку с этим управляться. На самом деле, вспомните, как хорошо дети играют, ну, например, в магазин, когда они представляют, что листочки – это денежки, а вот это у нас какая-то, значит, продукция, которой мы торгуем и так далее. И все это по представлению, в очень простой форме все происходит. Так вот представим, что у нас каждую конфетку мы обозначили кружочком. И даем девочке 6 конфет. Она раздает по 2. Как правило, умением считать, дети овладевают как бы так в повседневной жизни. Вот практический или предметный опыт, он помогает нам, да, вот этим способом овладеть. Потому что здесь, как говорится, по 2 конфетки раздать или по 2 кружочка. Любой сможет. Мы даже можем не говорить, что мы, ох, мы решаем с вами задачу. Нет. У нас просто некая ситуация, ну, слова тоже такие можно употреблять, ребятки, достаточно грамотно, когда мы вот знакомимся, вот, как можно поступить, каким способом. Да. И вот мы знакомим с рассуждениями. И сколько девочек получили конфеты. По сути-то, если задуматься, вообще деление выполняют, да. Но мы говорим о том, что мы просто вот сейчас знакомимся с такой ситуацией, когда нужно раздать конфеты. Конфет может быть сколько угодно. Ну, в пределах 10, конечно, лучше работать. Не нужно забегать дальше, потому что все, что ребенку чуждо и непонятно, его организм так замечательно устроен, он просто отторгает. И когда мы говорим, как же так, вот мы на прошлой неделе, на прошлом занятии, мы так все здорово с вами разобрали и рассмотрели, сейчас вы не помните. А вот. То здесь, в общем-то, речь идет о том, что головка ребенка так устроена, что все, что чуждо его опыту и его, так сказать, в данный момент посылу, да, это просто отторгается. Итак, вот арифметические задачи. Я еще один простой приведу пример, который, в общем-то, значит, каким-то образом характеризует эту ситуацию. Да, все мы знаем, как решить задачу арифметическим методом, что нужно при этом сделать. Я не буду сейчас это цитировать и рассказывать. Это, в общем, больше относится к тому моменту, когда дети уже умеют решать задачи. Мы же с вами, это вы посмотрите в презентации, здесь сначала мы прочитали, потом составили план, потом этот план осуществили, потом выполнили проверку. Это вот во взрослой большой жизни, когда мы уже с вами решаем задачи. А мы-то с вами будем, ребят, в начальной школе обучать, решать текстовые задачи, а дошкольников будем готовить, готовить к этому моменту. И вот, чтобы окончательно поставить все точки над «и», мы должны понимать, что в нашей школе начальной на сегодняшний день сложилась достаточно непростая ситуация, когда мы имеем различные подходы к формированию умения решать задачи. Один подход, традиционный, который давным-давно в школе существует, это умение решать задачи определенных типов. Сначала простые, потом составные. Это сначала задачи на сложение, потом задачи на вычитание, потом на эти два действия вместе, потом, значит, у нас появляются волшебные слова. Вот если ты съел, кому-то подарил, или птички улетели, то это вычитание, а если вот так, то сложение. Это вообще странная такая идеология, но она существует. Вы знаете, и это все идет очень давно. Почему? Потому что исторически так сложилось, что через простую задачу у ребят формируется понятие. То есть задача является средством формирования понятия. Вот чтобы ребенку рассказать про смысл действия сложения, откройте любой учебник начальной школы, и я думаю, вы с удивлением это увидите, ну, раньше мы не обращали на это внимание, да, как-то, ну, мы и сами так учились. Но сейчас, когда мы говорим о развитии ребенка, правомерен ли такой подход? Вот представьте, на минутку сидит наш малыш, пришел мы в первый класс, да, а на третьей неделе ему предлагают слово задача. Причем он должен понять смысл действия сложения через какую-то задачу. Он не знает ни того, ни другого. Он не понимает, что в задаче есть условия, вопрос, определенная структура. Он должен понять, что такое сложение. С точки зрения математики, это объединение двух множеств, в связи с чем появляется некое третье множество, которое объединяет элементы двух данных. Вот у меня вот тут три яблочка, а вот тут четыре яблочка. Вот ручками вот так вот он, оп, объединил, взял. Вот это предметная ситуация, ну, понятно. Но мы же в школе иногда доходим до абсурда, когда мы говорим, было три яблока, кладем эти три кружочка. Дали четыре яблока, кладем четыре кружочка. Сколько стало? Да он уже умеет у нас заниматься присчитыванием. Он понимает характеристики числа и количественную и порядковую. Чуть позже я вот скажу про эти термины. Я уверена, что коллеги все этим владеют, да? А мы ему говорим, нет, давай мы напишем слово задача, было, дали, стало. Ну, и тогда получается, что мы достаточно формально вводим сложение. И ребенок не понимает, что такое сложение. Потому что только было, дали, да? Вот я собираю марк, у меня было столько, мне подарили, значит, у меня стало больше, и так далее. Не случайно же появляются волшебные слова. Эти волшебные слова, они ребенку должны помочь, как бы ориентироваться в ситуации. А он должен ориентироваться в предметном смысле арифметических действий. Вот есть и другой подход, в котором формируется умение выполнять прежде всего семантический и математический анализ задачи. Выявлять взаимосвязь условий вопроса, данными искомыми, и представлять эти связи в виде схематических и символических моделей. И так, а вы сейчас скажете, наверное, а как же тогда вот смысл действия сложения? А очень просто. Моделирование. Вот давайте те же самые конфеты складывать в вазу. И каждую конфету обозначим кружочком. И составим некую наглядную модель. А потом попробуем все, что мы делали, записать математическим языком. Вот 3 плюс 4. Или 4 плюс 3. И, пожалуйста, у нас появилась модель наглядная, безусловно, вербальная, потому что словами все описываем, и символическое, потому что есть числа, с которыми выполняли действия. Вот тогда у нас получается, получается, ну, скажем так, введение смысла арифметических действий на основе соотнесения различных моделей. А задача, она пойдет немножко дальше. Ну, вы знаете, с удовольствием, вот недавно посмотрела учебник нашей, такой, одной из ведущих программ в нашем отечественном начальном образовании Школы России. И надо сказать, что сейчас, вот, видимо, приходит понимание всех этих непростых аспектов, связанных с задачей. Раньше задача была на 15-й странице учебника. Ну, лет 15 назад. А вот буквально на днях, я смотрела учебник, первая часть, вы знаете, задача на 88-й странице. То есть потихонечку происходит понимание того, что позже надо ребенка знакомить, не готов он, не готов он к пониманию вот этих сложных вещей. Так, ну вот. Различные методы. Если, ну, значит, у вас будут вопросы по поводу примеров, я скажу, значит, отвечу на ваши вопросы, только добавлю, что вот другой методический подход, в котором общий способ решения задач, он, это единственный учебник в нашей начальной школе, несмотря на их обилие. Все учебники вообще транслируют классический подход, заложенный Марии Игнатиной Моро. Ну, кстати, Мария Игнатиной Моро недавно исполнила 90 лет, в апреле месяце, все мы ее поздравляли. И для всех коллег хочу сообщить, что на сайте издательства просвещения с ней совершенно замечательное интервью. Посмотрите, порадуйтесь, послушайте. Это замечательный человек, который вот в свои 90 лет прекрасно выглядит и, в общем, многие идеи здраво так, значит, излагает. Вот. А второй подход, о котором мы говорили, вот общий способ, да, это учебники образовательной системы гармонии Натальи Борисовны и Стоймин. Единственный учебник, в котором знакомство с задачей в первом классе не предусматривается, потому что большой подготовительный период придет. Вот. Давайте-ка вот к таким простым задачам определимся. Вернемся. Посмотрим. Мы проводили даже эксперимент с такими задачами, как дети могут решать. И я вот сейчас к вам обращаюсь. Очень жаль, что мы не можем с вами глаза в глаза посмотреть. Всегда любопытно. Вот. Вот вы видите тексты и вопросы. На дереве сидели птички. Сначала с дерева улетело пять птичек, потом три. Сколько птичек улетело с дерева? Вот если наш ребенок будет ориентироваться на волшебное слово, то есть на подсказку «улетело», они же улетают, то вы не поверите, но найдутся дети, которые выполнят в первом случае вычитание. Пять минус три. Напишут, они же улетели. Мы будем вычитать. Ну, не все, конечно, процентов 30-40 класса сделают это просто потому, что они, в общем-то, знакомы с задачей достаточно формально. А вот если мы изменим эту задачу и сформулируем ее вот так. Смотрите. На дереве сидели птички. Сначала с дерева улетело пять птичек, потом три. Насколько меньше стало птичек на дереве. Вот тут вы не поверите, процентов 70 класса выполнят вычитание. Почему? А потому, что насколько меньше. И по всей нашей стране очень часто в школьных коридорах хором звучат слова, чтобы узнать, насколько меньше одно число, чем другое. Надо из большего вычесть меньше. Ни в одном учебнике это правило никак не фигурирует, но учителя наши с завидной постоянностью его транспортировали. Именно, но не только поэтому, значит, потому что мы понимаем, какая ситуация с задачами складывается, да. Что же ребенку нужно знать? Вот если он понимает, что сложение, смысл действия сложения состоит в объединении двух предметных множеств, вот сначала пять улетели, потом три улетели. Они же улетели, вот оно множество, которое объединяет. Опять-таки, терминологически в начальной школе, конечно, понятие объединения, множество, не вводится. Это все в таком неявном виде, на уровне наглядности, рассуждения и так далее. Вот ребенку, прежде всего, нужно понимать смысл действия сложения. А помощь учителя в чем? В моделировании. В том, чтобы эту задачу решить. Именно, так сказать, на основе рассуждений, моделирования и так далее. Вот. Я хочу сказать, что вот этот прием, он обычно, ну, вот этот пример, он обычно удивляет очень, да, действующие педагоги начальной школы, когда в первом классе мы приходим с таким заданием, да, вот работают они по любому другому учебнику, какому-то, и мы предлагаем это задание. У меня была одна студентка такая, ходила с опросом, и некоторые учтёки говорили, нет, 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 мы не можем ребятам нашим дать задание, вот вторая задача, она прямо олимпиадная для первого класса, вот, а те, кто давали возможность вот с первой задачей поработать, в первом классе, да, получали результаты, о которых я говорила, процентов 30, 40, а то и 50 решают задачу вычитанием, потому что так вот у них головка забитой информации, понятие задачи не стало их внутренним таким достоянием, они не понимают, что это такое. Короче говоря, нужно, в общем, думать о том, как у ребенка сформировать общий способ действия. И вот возникает вопрос, что же нужно знать нашему ученику, чтобы приступить к решению задачи? Конечно, с учетом того, что на дворе у нас стандарт и в школе, и в детском саду, и мы все, в общем-то, думаем над тем, как нашему ребенку помогать, не натаскивать его, а делать его субъектом процесса образовательного, включать его в деятельность и, в общем-то, понимать, что многие формальные вещи, которые нам даются очень просто, для него это вообще китайская грамота, нам нужно понимать, что иначе, наверное, надо вообще методику работы с задачей организовывать. Итак, вот чтобы он умел решать задачи, надо, чтобы он понимал и удерживал цель задания. Безусловно, чтобы умел читать и понимать, о чем речь. Не случайно термин появился в начальной школе смысловое чтение, представляете? Вот он читает, а потом, когда учитель страшный, или родитель, или бабушка неугомонная такая, ты о чем прочитал? Он не может рассказать. А ведь это можно формировать буквально с трех лет. Мама читает сказку «Три медведя», приходит бабушка в гости, а внук говорит, «Бабушка, там девочка Маша зашла в домик, такая невоспитанная, из всех тарелочек съела кашу, попробовала кашу». Это я из жизни пример привожу, потому что есть такие ребятишки, вот уже в возрасте трех с половиной лет они так излагали. А потом она устала и захотела поспать и так далее. Я не буду пересказать, вы понимаете, что когда ребенок может пересказывать, это уже идет осмысление текста. И вот это подготовка к обучению решению задач. Ну вы сейчас скажете, ну вот, мы думали, нам сейчас расскажут какие-то прям такие супер какие-то вещи, и мы прям завтра все пойдем в детский сад это реализовывать. Коллеги дорогие, мы с вами это делаем, просто иногда мы думаем, что вот чтобы научить решать задачу, надо делать что-то еще чуть ли не на китайском языке. Нет, не надо. Надо просто понимать, что наш вот возраст, вот этот с трех до шести лет, пока они там будут к школе готовиться, он такой очень благодатный для многих операций мыслительных и для многих психических функций, которые ребеночку помогут в школе. Вот читать и понимать смысл текста. Читать давайте в школу отдадим, пусть там звукобуквенный анализ, вся вот это значит, все, что связано именно с звуком, вот и так далее. А вот понимать смысл текста мы можем с вами в детском саду вполне делать. Дальше. Такое требование, оно регулятивное, да, то есть то требование, которое, в общем-то, ребеночку помогает регулировать немного себя. Понимать и удерживать цель задания. Понимать и удерживать цель любого действия, которое я выполняю. это вообще буквально с двух лет, когда мы его ну там каким-то бытовым вещам учим. Но он должен четко понимать, как он на улицу будет выходить, что он там на себя надеет, носки раньше или тапки и так далее. То есть опять простые бытовые вещи. Понимать смысл арифметических действий. Да, конечно, на уровне простых вещей, когда мы работаем с моделем. И вот смотрите, вот здесь вот выписаны большие вещи, это все является подготовительным периодом. И строить рассуждения в форме связи простых суждений. И выполнять действия анализа синтеза сравнения, то есть простейшие логические операции. И использовать различные модели. И вот мы сейчас посмотрим с вами, как это можно сделать в дошкольном образовательном учреждении. Я приводила такие простые примеры, но вы знаете как, здесь в общем-то, так, это я сейчас пролистываю странички из первого класса. Я некоторые задания просто прочитаю вам, чтобы вам было ясно, что это все старшая группа детского сада. Вова подарил другу карандаш. Какого цвета этот карандаш, если он не зеленый и не синий? Логическая задача, логические связки связаны с отрицанием. В старшей группе детского сада мы вполне можем этим заданием в различных его вариантах заниматься. Подарил карандаш, подарил цветок, выбрал книжку, взял куклу, небольшую, не с белыми волосами, а какую-то другую. Вот у вас три предмета. Понимаете, здесь еще когда мы говорим математической подготовки дошкольника к обучению решению задач, по сути, вообще мы готовим его к обучению математики. И очень много зависит от самого педагога, от его математической культуры и от того, как он понимает вот эти цели и задачи. Вот, например, следующее задание. Выбери рисунок, на котором синий мяч между красным и большим. Смотрите, два признака, два признака здесь работают. форма и, простите, цвет и размер, да? Это же надо проанализировать, пронаблюдать. А мы можем сделать как? Да выставить эти мячи, вот они по группам за столиками сидят, чего-то там обсуждают, показывают, ошибаются, и это хорошо, потому что в процессе обсуждения возникает учебное взаимодействие, такие, знаете, обсуждения хорошие, коммуникации, когда ребятки приходят к выводу. Вот. Ну, еще, например, здесь вот такая картиночка. Закрой лишнюю картинку. Лишнюю картинку. Что это? Это классификация, когда нам нужно понимать, какой признак работает. А классификация основана на анализе и синтезе. Вот что здесь на картиночках? А все предметы, которые ребятам знакомы. Уж до 5-6 лет они видели и лук, и морковку, и яблоко, и баклажан, вот, и свеклу. Все это ребятки видели. И какой здесь будет признак? А какой вам захочется? Ну, ребята, кто умеет считать, сразу скажет, там три морковки, а везде по два предмета, а везде по два. Или там по две фигуры. Как угодно они могут говорить, ради бога, вы только регулируйте их. Так, ты на что обратил внимание? Что на всех картиночках по два овоща, в данном случае, да? А вот на одной картиночке три. Прекрасно. Ребятки все увидели, закрыли, ручкой, значит, посмотрели. А еще как? Ну, иногда говорят, что вот лук растет в земле, свекла тоже в земле, тогда уже на две группы делим, и морковка в земле, да? А вот баклажан и яблоко, они не в земле. Вот. У всех тут есть зеленые листочки, ну, свеклы они немножко тут не зеленые, вот можно по листочкам, да? Или следующую картинку смотрим, там у нас цветочки и рыбки и рыбки Ну, рыбки-то точно отдельно должно быть, это лишняя картинка. Это видят сразу, вот этот бытовой опыт, бытовой опыт. Вот оно, наблюдение, анализ, синтез, да? Сравнение и классификация. Казалось бы, такие слова, которые, в общем-то, что-то очень сложное характеризуют. Нет, конечно, это тот, ну, элементарный, как бы, простейший такой набор действий, которые ребенок может выполнять, если педагог грамотно организует деятельность. Не показывает образец, а именно включает малыша в деятельность. Ну, или это, значит, вот мы говорим, когда, значит, они опять с приемностью деятельности, хватит ли ежикам грибов, да? Не буду сейчас показывать первый класс, потом посмотрите уже в этих пособиях для дошкольников. Многие вещи, вот, которые я вынесла на слайду, я понимаю, что про них можно говорить очень много и долго, но наверняка нам всем интересна такая практика ориентированная направленность, да? И поэтому, конечно, уместнее говорить о тех вещах, которые уже сделаны, которые сделаны. Безусловно, к основополагающим идеям мы относим прежде всего непрерывность и преемственность дошкольного и начального образования. У нас, помните, был вебинар на эту тему, мы говорили о важности процессуального аспекта преемственности. Нам важно понимать о том, что образовательный процесс в дошкольном учреждении, ну, равно как и в начальном, он должен быть целостным, то есть это выполняется совокупность многих условий, которые прежде всего предполагают развитие личности ребенка и развитие его способности и склонности. Потому что задатки есть у всех. Самое главное, в какие руки он попадет и что мы с ним будем делать. Так ли? Да. Ну и идем дальше. Вот я сейчас вот здесь вынесла на слайд высказывание Константина Мишушинского, который очень часто ставится в презентациях во всякие разные, так сказать, замечательные наши какие-то работы и так далее. Но по сути, по факту мы иногда на деле забываем, что, как это использовать. Мы считаем вообще, да, я взяла даже книжечку с собой, это наша программа концепция «Ступеньки детства». Достаточно много таких у нас программ сейчас существует. В каждом из них так или иначе решаются задачи реализации стандарта. Но вот генеральной идеей является строгое соблюдение природных законов развития ребенка. Природных законов развития ребенка в рамках процессов обучения, воспитания, развития и, конечно, преемственности в рамках. Что же происходит иногда? У нас, вы знаете, вот сложилось мнение, что начальное образование так усложняется в последнее время, так все, в школе вообще вот так много всего, да, и мы начинаем в дошкольное образование, простите, впихивать содержание начальной школы. Ну, где это видно, чтобы в дошкольном учреждении ребята ознакомились с понятием четного и нечетного числа. А это было совсем недавно в рамках программы, значит, в рамках одной из программ. Ну, я решила никого не критиковать, тем не менее, мы должны понимать, что понятие четности и нечетности понятие сложное, связано с признаками делимости, и мы не можем ориентироваться только на бытовой уровень, о котором говорят уважаемые авторы, когда, например, говорят, ну, а что, вот ребенок идет с мамой по улице и видит, что на одной стороне четные, значит, номера домов, а на другой нечетные. Мама ему скажет, он сразу все поймет. Хорошо, допустим, а как быть с домом, на котором написано 8-3? Вот он какой этот дом-то, он на какой стороне, вроде на четные, а написано что-то непонятное. Как можно вот так выдергивать из контекста понятия, какие непонятные вещи, да? Ну, вот как быть 8-3? Вообще смешанное число и так далее. Вы же понимаете абсурдность этих заявлений. Именно поэтому, когда мы говорим, вот усложнилось, ничего не усложнилось, наоборот, сейчас идет как бы призыв, даже требование к тому, чтобы учебники были, в каждом учебнике выделяется базовый уровень и в программе он выделяется базовый и повышенный. Все, что относится к повышенному уровню, вот возьмите, коллеги, программа начального образования выделяется курсивом и нам объясняют, как это. И это разумно. Ребенок получит возможность научиться. Мы дадим такую возможность. Сколько он возьмет, мы не знаем. Это уже его индивидуальность. Вот. И в учебниках во многих просматривала я учебники, когда готовилась к вебинару. Опять-таки, все, что базовый уровень, это, значит, обычное явление, нет никаких обозначений. Все, что к повышенному уровню, либо цветом выделяется, либо условным значком. Значит, в детском саду не нужно форсировать и активно насаждать пресловутую учебную деятельность. Не забываем о ведущей роли игровой деятельности. Но если все-таки это случается, вот посмотрите, мы выделили здесь, что происходит. Прежде всего, снижается психическое и физическое здоровье и уровень мотивации. Ну, не хочет он идти в детский сад, где его откровенно третируют теми или иными знаниями. К сожалению, наблюдается такая грустная тенденция. Бедный чувственный опыт, базовый чувственный опыт, который образуется именно в процессе деятельности руками, наблюдения, конструирования, преобразования какого-то. Все то, что связано вообще с характеристикой таких, ну, простейших вещей, которым ребенок должен выделять. Более того, не развиваются способы работы, которые адекватны возрасту. Адекватны возрасту. Когда мы у ребеночка спрашиваем, сколько тебе лет, он вот так вот нам показывает, три года. Прекрасно. Он на своем языке понимает, что вот эти три пальчика обозначают то число лет, которое у него сейчас на данный момент. Откуда он это взял? Мы научили его. А мы, нам кажется, что если мы ему скажем, ты должен говорить, писать цифру три и говорить, вот мне три года. Дорогие мои, можно, конечно, многие вещи ребенку заставить это сделать. Это все вылетит. Не случайно, что вот ребенок приходит в первый класс и многие вещи у него не задерживаются. Просто головка так устроена. Здоровая психика отторгает все то, что ей чуждо. И если он, так сказать, в детском саду получил какую-то огромную порцию учебного материала, то два момента невозможно. Первое, на мой взгляд, это самое хорошее. Когда за лето все выветрится, он многое забудет и уже он придет в школу с позитивной такой мотивацией, потому что у него статус изменился, ему купили портфель и он рад этому, и он хочет маму порадовать, он будет хорошим учеником. А все, что было, в головке вылетело. Это прекрасно. А второй момент, когда он приходит в школу, такой, знаете, маленький старичок и говорит, ой, я это уже знаю, я про это все знаю. И получается, что он знает мало чего, потому что головка воспринималась совершенно иначе, и у него идет такое неприятие учебного процесса. Вот, знаете, мы сейчас между этими вилами находимся, когда мы форсируем учебную деятельность. Форсируем учебную деятельность. Не нужно это делать. Что же является самым важным? Первое, мотивационная готовность, интеллектуально-познавательная, развитие практических процессов и действий и социально-личностная готовность. Вот это самое главное. Ну и, наконец, мы должны понимать, что, когда мы работаем с ребенком, надо о чем думать, что учитывать, какие правила. Прежде всего, естественные законы развития, ограничения учебных нагрузок. Ну, самый мой любимый принцип максимальное эмоциональное благополучие и успешность каждого. Понимаете? Вот в начальной школе говорят, ситуация успеха для каждого. То же самое в детском саду. Для каждого ситуация успеха и максимальное эмоциональное благополучие. Никакого надзирательного тона, никаких менторских указаний. Всегда ребенка мы воспитываем в рамках такой, понимаете, очень комфортной среды. Вот ему должно быть хорошо в детском саду и он с удовольствием будет идти в детский сад и в школу. Как это трудно сделать? Слушайте, я вот наблюдаю иной раз на разных форумах высказываний молодых родителей, да, слышу вот разговоры бабушек с внуками, что там делать в детском саду. Странные вещи, когда дети приходят из детского сада и говорят ой, вы совсем ничего не знаете. Так, ты где это слышал? Нам сказала Марина Евгеньевна, ну допустим, условная Марина Евгеньевна, прошу прощения. Это значит уже какая-то посадка. Что он может знать в детском саду? Ну дорогие мои, он в общем-то будет воспринимать ровно те способы действия, которыми его, так сказать, пытаются нагрузить, освоить и так далее. Ну вот смотрим. Приоритет самостоятельной деятельности. Тоже одно из самых хороших правил наших, да? Вот эмоциональное благополучие, максимальный приоритет самостоятельной деятельности. Нужно вылепить какую-то, понимаете, деталь. Вот пусть сидит и лепит. Хочет педагог помочь, считает это возможным сделать? Или он рассчитывает на то, что достижения ребенка сегодня, они такие, а завтра они будут другие, и пусть эта вся ступенчатость соблюдается. Все равно как в одном детском саду, ну, в московском, да, родителям говорят, значит так, нужно сделать какую-то поделку дома по правилам дорожного движения. На что работающая мама сказала, а с чего вдруг мы это должны делать? Да? А вот у нас такая декада в детском саду, это заметьте, ребятам по три года, значит, родители дома будут делать поделки. Ну, родители, в общем, дружно сказали, что всем некогда, вот, а воспитатель сказал, что им нужно делать выставку. Вот это, конечно, какое-то странное поведение, да, когда у нас что-то нужно, какие-то странные формы участвуют, да, и мы совсем забываем про то, что вообще ребенком надо заниматься. А родители, ну, это очень, дальше не буду комментировать, иначе идем в другое место. Так, ну, про основные задачи понятно, что нам надо развивать любознательность, инициативность. Инициативность, она ведь в чем заключается? В том, что ребенок, вот он интересуется. мы должны умственные действия формировать, да, мы, конечно, должны формировать коммуникативные умения, когда ребятки умеют слушать и слышать, и так далее. Но самая главная задача, которая вообще во всех программах должна реализовываться, я вот вывезу, вынесла ее здесь вниз, да, это методическая поддержка педагогов. Методическая поддержка. Ведь все, что я до этого говорила, конечно, все имеет место дуть. Но ведь самое главное, что, что должно присутствовать, да, вот мы с этого начинали. Как вообще реализовать стандарт? Что делать? Программ много, дайте грамотную методику, помогите педагогам. Они ведь не против, работают все. Значит, чтобы наш педагог понимал, как ему работать в новых условиях, мы должны его обеспечить необходимыми дидактическими, методическими материалами, всем тем оснащениям, которые будут способствовать грамотному, так сказать, проведению процесса образовательного. Итак, вот основные линии развития ребенка. Вы видите, это психофизиологическое, духовно-нравственное и так далее. Мы сейчас работаем в рамках интеллектуально-познавательной сферы. Вы знаете, сразу хочу сказать, что вот в последнее время стали появляться пособия, может, потому, что кажется, что дошкольное образование это такое направление, где может любой написать и все будет хорошо. Очень много всяких пособий, к сожалению. Причем отдельно появляются пособия, где вот здесь вот у нас духовно-нравственное, а вот тут эмоционально-эстетическое, а здесь будет социально-лично-лично-сто, а вот тут интеллектуально-познавательное. Это все, конечно, перегруз ребенка и воспитателя, педагога дошкольного образования. Мы считаем, что в рамках каждой программы, когда мы говорим о том или ином направлении, каждое пособие, будь то по математике, по подготовке, допустим, к чтению письма, по работе с окружающим миром, все эти линии развития ребенка должны быть учтены обязательно, иначе получится какая-то рваная картина. Так, ну и самое главное, особенности методов, средств и форм организации деятельности. Значит, что здесь нужно нам с вами понимать? Прежде всего, я уже говорила, не нужно противопоставлять противопоставлять дошкольную и школьную образовательную ступень. Мы уже говорили о том, что занятие может быть увлекательным, оно очень, ну, безусловно, занятия по времени у нас ограничены, да, но вот противопоставлять дошкольную и школьную мы не будем, просто потому, что иногда мы вот, понимаете, как переоцениваем значение формы, переоцениваем, нам нужно следить за содержанием, конечно. Безусловно, виды работы в дошкольном детстве вплоть до таких, ну, простейших форм, да, они имеют место быть. И не нужно отказываться от того, что вот сейчас приходит новая в школу, да, вот иногда говорят, вот так важно, где ребенок сидит. Вот мы в кружок сели, значит, да, и будем там что-то обсуждать. Пожалуйста. Можно сесть на ковер, на пол, можно сесть в круг, но вот когда он занимается, например, той же самой изобразительной деятельностью или мастерит что-то из лего, то уже не сядешь в кружок. Так ведь? Надо каждому сделать подделку. Он работает с пластилином и так далее. Поэтому дискуссии эти бессмысленны. Нам кажется, вот этот вопрос о противопоставлении, его просто жизнь решает. Вот. Практика организации дошкольного и школьного образования, она нам показывает эффективно то, что согласуется с реальными требованиями жизни, все, что согласуется с реальными возможностями ребенка. А все, что насаждается искусственно, оно не приживается. И это понятно. В частности, вот что должно быть главным в работе с дошкольником? Игра это основной дошкольный вид деятельности и занятия, деятельность сугубо школьного. Мы возвращаемся опять, как бы круг прошел, да, можно и в школе играть и заигрываться, да, а можно и на занятиях в детском саду сделать его содержательным и увлекательным. Вот. Значит, вот это дискуссия искусственная. Деятельность в любой форме должна быть посильной и увлекательной для ребенка. Преобладать, безусловно, те формы и способы, которые, в общем-то, согласуются с формами и способами адекватными данному возрасту. Безусловно, приоритет. Чему? Вот это уже методика. исследовательским методом. Наблюдение, рассмотрение. Я написала здесь рассмотрение, не случайно, потому что я ориентировалась на программу, концепцию, которую, вот, ступеньки детства, это Наталья Михайловна Конышева такой термин рекомендует. Можно сказать, анализ объектов и их синтез. То есть анализ расчленения так на составные части, синтез мы как бы собираем, да, и так далее. Вот. Сравнение, преобразование, конструирование. Основная идея в исследовательском методе, это вовсе не значит, что мы будем какие-то гипотезы выдвигать. Нет. Простейшее исследование, простейшее. Точно так же, как мы с вами говорили, помните, о моделировании, да, когда мы работаем с различными объектами, когда мы выстраиваем, изготавливаем предметные модели, графические модели, устанавливаем соответствие между ними, вот. И, собственно, здесь, ну, такие посильные средства и формы. Так. Ну и, конечно, используем многофункциональные дидактические материалы с печатной основой, которые позволяют выполнять и дифференцированную работу, и, значит, выполнять также работу и в парах, и в группах, и индивидуально. В чем состоит дифференциация? Не в том, что мы будем всем ребят, каждому ребенку предлагать разные задания. Это же вообще немыслимо себе представить. Одно и то же задание, но в рамках которого каждый ребенок будет действовать на своем уровне подготовки. Так. Ну и вот, когда мы говорим обо всех этих вещах, мы должны понимать, что прежде всего содержательные процессуальные аспекты, это единство их, безусловно, и учет каждого ребенка как личности, как личности. Ну, безусловно, мы говорим о логике построения основных, содержательных, методических линий курса. Вот еще одно высказывание преемственности в сухомлинские. Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь. Став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений. Вот последнее я бы хотела подчеркнуть по отношению к нашим образовательным дошкольным учреждениям. Ну, про задачи подготовительного этапа, если мы все-таки помним про тему нашего занятия, нашего вебинара, мы говорим об обучении решению задач, что мы можем здесь сделать в дошкольном образовательном учреждении? Понимать и удерживать цель задания, понимать смысл арифметических действий, устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме связи простых суждений, выполнять действия анализа синтеза сравнения и использовать различные модели. Вот это круг вопросов, которые уместны на занятиях в дидактической игре в дошкольном образовательном учреждении. Вот сейчас мы постараемся более предметно уже вот так сказать говорить вот такая информация. Прежде всего с учетом того, что мы говорим о подготовке ребенка к обучению решению задач, вот при работе с любыми заданиями уместно упражнение в счете предметов. Знаете, интересная вещь, как по-разному понимают вот счет разные авторы разных пособий. иногда даже не поленилась, я посмотрела развивающая подготовка к школе или там подготовка к школе и такой значок в ГОС стоит и опять развивающие задания. И я думаю, ну посмотрю, интересно же, как это все выглядит-то. Открываю, весело считаем, появляются там горошины падают или какие-то шарики, значит, один, два, три, четыре, ну и так далее, до десяти. Потом такой веселый голос говорит, посчитаем в обратном порядке и начинать десять, девять. Ну это же безобразие, посчитать в обратном порядке нельзя, можно числа называть в обратном порядке, а счет это такая операция, вот я даже написала здесь себе, чтобы не забыть про это сказать, коллеги, дорогие, что значит овладеть операцией счет? Это значит понимать и принимать некие условия. Первое, вот если у нас есть несколько предметов, то каждому предмету мы в соответствии ставим слово числительное. Оно может быть порядковым, может быть количественным, это мы сейчас разберемся с этими характеристиками, да, вот, но каждому предмету, вот у меня на столе лежат книжечки, я начинаю считать, что это значит. Вот у меня с собой я взяла книжки, да, их несколько, по секрету скажу, пять. Я начинаю считать. Значит, каждому предмету я ставлю в соответствие слово числительное. Считать я начинаю, то есть ставить вот это устанавливать это соответствие в любом порядке. Один, два, три, четыре, пять. Но я не могу ни один предмет пропускать, потому что тогда счет я не выполнила. Я не могу ни один предмет называть дважды. Вот если эти три операции, три, ну как бы, правила, да, учтены, то мы владели операцией счет и ребенок владел. Значит, устанавливаем взаимно однозначное соответствие между каждым предметом и словом числительным. Ничего не пропускаем, ничего не называем дважды. Это главное. Избегайте вот этих вот, будьте очень критичны ко всякого рода материалам, ориентируясь только на те программы, которые рекомендованы, которые вот расположены на сайте Федеральный институт развития и образования. Ну, в конце концов, советуйтесь с математиками, потому что когда вот мы слышим такие формулировки, вы тоже понимаете, что ну нельзя считать в обратном порядке. Ну, я не могу начать счет числа 10, например, да. Это вообще нонсенс, это грубейшая вообще ошибка. Это значит, когда вот такие авторы, их, ну так назовем, любители, да, делают такие пособия, ну, всякие разные у них мотивации присутствуют. Первая, наверное, такая мотивация связана с каким-то своим благополучием, я имею в виду, материальным, да. Ну, так попросту деньги зарабатывают. Вот. Теперь, идем дальше. В чем еще проблема иногда в дошкольном учреждении? У многих, ну, как бы участников образовательного процесса. Надо грамотно использовать понятие число и цифра. Опять-таки, вот говорят, давайте посчитаем. Да, посчитаем, мы называем числа, потому что число всегда результат счета. вот величина результата измерения, а число результат счета. А цифра, цифра, это значок для записи числа. И все. Точно так же, как вот мы наши буковки от А до Я. Мы записываем буквы, а получаем слова. Да? А здесь мы записываем цифры, а получаем число. И когда мы говорим, что обозначает цифра в записи, а цифра обозначает то или иное число. Это очень важно. В дошкольном образовательном учреждении было бы неплохо, конечно, чтобы наши педагоги, уважаемые наши воспитатели, грамотно выстраивали свою речь. Потому что цифры, с цифрами никаких действий выполнять нельзя. Все действия выполняем только с числами. Цифровый значок такой, закорючечка. Иногда говорят, ну как же, надо вот их научить там складывать и прочее. А давайте мы научим их распознавать. Цифру и число. Как это сделать, я сейчас покажу. Дальше. Вот мы говорим о характеристике числа, о порядковой и количественной. Ну, порядковая. Понятно, как мы будем называть числительные? Первый, второй, третий, четвертый. Количество, количественная характеристика. Когда, значит, некая группа, вот, какие задания здесь можно предложить? Пожалуйста, мы даем два ряда кругов. В первом ряду нам нужно закрасить три круга, а во втором третий круг. Ребенок это понимает. Ведь это особенность русского языка. Закрасить третий круг или три круга. Закрасить пять кругов или пятый круг. Понимаете? Это же разница. И здесь, да, вот, кстати, еще хочу сказать, иногда говорят, ну, так хорошо всякие там считалочки для того, чтобы они запоминали там и так далее. Хорошо считалочки, но следите, когда говорят раз, два, три, четыре, пять, это не отрезок натурального ряда чисел. Числа раз не существует. Существует число один. Один. И вот эти вот простейшие, казалось бы, вещи, да, но маленькому ребенку очень трудно осознать, где у нас язык разговорный, где математический, да, нам с вами, мы же это понимаем все-таки, да, нам с вами надо бы это учитывать. Вот. Дальше, когда мы говорим о счете, мы должны понимать, что мы работаем с отрезком натурального ряда чисел. Натуральный ряд чисел начинается с числа один. Число ноль не является натуральным, но это не обязательно детям сообщать, просто ноль вообще возникло как от слова нулус, ничего нет, да, оно потом у нас появляется там в старшей школе, когда мы, пятый, шестый класс, когда мы в целые числа уходим. Вот. А в детском саду чем еще можем заниматься очень хорошо? Вот осознавая понятие число, мы можем заниматься такими замечательными операциями, которые тоже входят в счет как отсчитывание и присчитывание. Например, вот посмотрите на нижнюю картиночку или на верхнюю картиночку, я их так специально расположила, там где грибочки. Вот у нас здесь, смотрите, ну на верхней картинке, на картиночке изображена. Что же она обозначает? Она обозначает число грибов в корзинке. А сколько грибов всего на рисуночке? Только, пожалуйста, не надо говорить, что надо решать это сложением. Сейчас запишем 4 плюс 4. Нет! А давайте поупражняемся вот, значит, с характеристиками числа поработаем. 4 обозначает количество. Ну, если слово количество очень сложно сказать, обозначает, сколько там грибов. Вот, девочка Маша посчитала, с бабушкой ходила за грибами, там 4 больших гриба. Ну, Маша, наверное, маленькая корзинка, она же не может взять большой. Все это в игре. А сколько же грибочков? Вот выложили на стол и оказалось, что непонятно. А вот рядом с корзинкой пятый гриб, потом шестой, седьмой, восьмой. И никакого здесь сложения. Мы просто с числами по-разному работаем. Вот. Идем дальше. Смотрите. Вот здесь, ну, у меня больше получилось по присчитыванию здесь картиночек, да, но кому интересно, вы можете найти такие задания, их достаточно много. И эти задания можно использовать. Можно даже, знаете, как вот, когда мы занятия организуем, да, вот мы взяли коробочку и положили в эту коробочку три кубика, а рядом два. Ребятки, давайте подумаем с вами. Понаблюдаем и скажем, сколько же всего кубиков на столе. Они и в коробке лежат, и на столе, найдется там какой-нибудь вася, который скажет три плюс два пять. Молодец. А как по-другому? А как по-другому? Можно? Ну, если они не знают, вы скажете. Ничего страшного, разные способы. Вот это смотрите, а вот сколько кубиков в коробке? Вот это уже связано с отсчитыванием. Мы понимаем, что вот общее у нас количество. Вот их объединили, все кубики, четыре. Значит, смотрим вот на этот рисуночек, там коробочка, да, четыре, вот, сейчас я мышкой так покажу, вам не видно, но вы видите этот рисунок. Вот красный кубик, он как раз четвертый. Он четвертый. Здесь работает порядковая характеристика числа. А тогда в коробочке, наверное, какие кубики? А те, которые третий, второй, первый. Понимаете? Да, они могут перечислять по-разному иногда говорят. А вот они берут пальчики-то. А что? Это первая предметная модель. Ничего страшного. Ему же надо переработать эту информацию. Надо, чтобы она к нему в головку попала, и он вообще понял, что такое число. Мы сейчас, коллеги, конечно, улыбнулись возле экранов и сказали, вы знаете, понять, что такое число иногда выпускник школы не может, потому что это очень такая абстрактное понятие. Ведь вообще число, вот мы берем число 5. 5 пальцев, 5 книг, 5 карандашей, 5 стульев. Что это? Это общая характеристика некорректности, состоящего из 5 элементов. Так? Когда мы ребенку про это говорим? Да практически никогда. Именно поэтому и в дошкольном учреждении мы не будем голову морочить. Но что мы можем сделать? Что мы можем сделать? В плане счета. Грамотно ориентировать его в операции счета, помнить про последовательность этих всех действий. Эту информацию можно найти и в справочниках, и в методических пособиях для вузов. Самим правильно понимать понятиями число и цифра. Это очень важно. Это очень важно. Грамотно, аргументированно. Математика очень любит слово «корректно». Я скажу «корректно». Пользоваться терминологией относительно характеристик числа, количества и порядок. И, конечно, не забывать про операции отсчитывания и присчитывания, потому что это тоже характеристика владения счетом. А, возможно, это будут какие-то сложности, но это не страшно. Гораздо хуже, если мы с вами начнем, знаете, что делать. Заучивать наизусть таблицу сложения в пределах 10 соответствующих случаев вычитания. Вот состав однозначных чисел. Не нужно это делать. Это будет сделано чуть позже. Итак, что же мы будем делать? Ну, как всегда, времени не хватает. Да? Понимаю, что как будто недавно начали, уже осталось полчаса. Вот давайте посмотрим. Пройдемся по тем характеристикам, которые мы вначале давали. Понимать и удерживать цель задания. Вот я предлагаю задание из тетрадки «Ступеньки детства», автор Наталья Борисовна Истомина. Это достаточно простые задания. Это, в общем-то, задания, которые можно предлагать ребенку разово. И не важно, сколько он там сделает. Вот смотрите. Дорисуй рисунки слева и справа так, чтобы они были одинаковыми. Что он видит? Цветочек. И листики по-разному расположены. Что надо сделать? И на одном и на другом по листочку дорисовать. Постараться. Какую цель он должен удерживать? Одинаковые. Одинаковые. Как он это понимает? А мы не знаем. Один нарисует листочек там, слева, листочек справа. А другой захочет нарисовать по два листочка, справа и по два слева. Пожалуйста, это его видение. А другой скажет, ой, мне кажется, вот тут надо еще эти лепесточки посчитать. Ну, это такой, который продвинут у нас ребенок, да, и дорисует еще по листочку, по лепесточку. Так? Пожалуйста. Главное, что он понял, что значит одинаково. Вот. Ну, там домик надо дорисовать, да, кружечки дорисовать. Смотрите, на кружечках мы уже даем некий счет небольшой. Вот. Вот кружечку лево и кружечку справа дорисовать. На кружке слева видим четыре точки, а на кружке справа только две. Ага, надо же дорисовать. А вот опять найдется такой Вася, который скажет, а ну-ка я вот поставлю точку вот тут в центре. Пожалуйста, поставь. Ну, тогда ты должен понимать, что на кружке справа тоже должно быть пять кружочков таких, пять точек. Вот, казалось бы, простое действие понимать и удерживать цель задания. А посмотрите, как много здесь вложено. И я хочу сказать, что вообще задания все, которые предлагают нам авторы комплектов программы «Ступеньки детства» и многих других, которые, значит, они в общем и целом, коллеги, должны быть многофункциональными. Учитывать, во-первых, все линии развития, о которых мы говорили, и во-вторых, с точки зрения подготовки к школе вот в плане математики тоже учитывать многоаспектность этой математической подготовки. Вот понимать и удерживать цель задания. Смотрите, хватит ли яблок всем ежам, если каждому дать по одному яблоку? Как будем выполнять? Это методика. Ну, если у нас детки такие, в общем-то, подготовленные и так далее, можем... Ну, вообще, приоритет самостоятельности никто не отменял. Подготовлены они или нет самостоятельно. Вот они простым карандашом пусть, значит, каждого ежика соединяют с каждым яблочком. Математики говорят устанавливать взаимно-однозначные соответствия по одному яблочку. Кто-то скажет, а я посчитал ежиков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Их 8 ежиков. И яблок 8. Хватит! А давай-ка проверим. Точно хватит? Ну-ка, соединим каждого ежика с каждым яблочком. Видите, какие здесь разные способы действия? Тот, кто уже овладел операцией счета, он, так сказать, действует в таком плане. Он считает. Тот, кто не овладел, выполняет рисуночек. Каждый из этих способов может быть способом выполнения и способом проверки. Тот, кто не умеет считать, его надо в эту деятельность включать. Давай попробуем с тобой посчитать. У нас есть указочка, у нас есть ряд чисел, которые можно использовать при счете. Ну, конечно, чтобы это было, все-таки, сохранялась вот эта ситуация успеха, эмоционального благополучия. Помните, мы об этом говорим. Значит, мы приглашаем посчитать тех ребятишек, которые могут это делать. Все остальные слушают. У него в головке материал накапливается. Ну, дальше, вот смотрите, задание такое. Нарисую на каждой картинке вверху столько же палочек, сколько красных кругов внизу. Это хорошее задание, да? Понимать и удерживать цель. Значит, на каждой картинке вверху столько палочек, сколько красных кругов внизу. смотрим на верхние две картинки. Ну, сначала справа картинка. Всего там три красных круга, но внизу два. Значит, мне нужно взять карандашик и эти две палочки нарисовать. Вот видите, как интересно составлены задания, в рамках которых мы говорим о подготовке ребенка к школе, к обучению решению задач, к развитию его, так сказать, психических процессов, связанных с многими аспектами. Задания очень такие глубокие. Для того, чтобы с ними справиться, есть вот такая методическая рекомендация. Я вот тут для себя сделала закладочки, но вот не время останется, мы с вами полистаем эту методичку. Я просто отсылаю к этому. Нам нужно понимать, что каждое задание, конечно, оно многофункциональное. Так. Второе задание. Сколько палочек ты инициал вверху на каждой картинке? Соедини линии картинку с цифрой. Вы сейчас скажете, а как же здесь текст? Ребята же не читают. Да, конечно, это работа педагога. Это работа педагога. И вообще это ваша, так сказать, добрая воля и ваш выбор, как вы будете организовывать работу с каждым заданием. Будет ли это индивидуальное выполнение, групповая работа, будут ли это модели, вырезанные из бумаги, или это будет интерактивная доска, на которую вы перенесете отсканированное изображение и будете там этим стилусом изображать линии и так далее. Это уже как бы средство выполнения. Самое главное понимать, что самостоятельность раз, эмоциональное благополучие два, корректность математической терминологии три. И помнить, значит, что дети могут работать по-разному. В начальной школе я недавно была на конференции у Занковцев, с удовольствием послушала выступления многих, когда говорили о разных положениях, коллизиях. Мы иногда даже в детском саду говорим о зоне ближайшего развития, о зоне актуального развития. Так вот, здесь это все сугубо индивидуально. Очень сложно выделить ребенка, у которого, значит, скажем, та или иная зона вот прям-таки преобладает, потому что разный бытовой опыт, разные условия, разные, так сказать, ситуации. Вот. И головки разные. Тут индивидуально же не надо сбрасывать с счетов. Идем дальше. Что еще нам нужно, чтобы они делали у нас, наши детки? Вот смысл понятия число и цифра. Мы про это много говорили. Вот задание. Значит, наше такое, я бы сказала, принципиальное пожелание не учить писать цифры в дошкольном образовательном учреждении. Нет, не нужно это делать. Есть правила, по которым работает начальная школа. Мы будем говорить о смысле. Он должен понимать, что изображена цифра 1, цифра 2, цифра 3. Вы знаете, я вот наблюдаю за маленькими детьми так сложилась ситуация, что вот на площадке у нас живут ребятишки, и в ближайшем окружении есть маленькие дети. Но где-то с 2,5 лет ребенок выходит, и на номерах машин, которые стоят во дворе, он говорит, это 6, а это 2. Ну, путает, например, могут путать какие-то вещи. Но писать их, у них ручка, вы знаете, не у всех готова ручка. Ну да, конечно, кому-то родители показали, кто-то будет обводить по вот этим вот линиям, как все равно мы пишем, индекс почтовый. Но в дошкольном образовательном учреждении тратить время и, простите, нервы свои на это не следует. Вы можете учить писать их в воздухе, вот чтобы они распознавали, переходить на бумагу с большой осторожностью. Вот в этом пособии, про которое я говорю, мы не акцентируем внимание на написании цифр. Мы считаем, что это вообще дело начальной школы. Вот так попросту скажем, коллеги это знают, умеют, пусть делают и так далее. Нам самое главное, чтобы ребята понимали перешли вот от этой модели, когда 3 это вот так 3, чтобы они понимали, что 3 это вот такая вот циферка, такой значок. Вот почему мы говорим знаково-символические модели? Мы используем некие знаки для, как это говорят информаты, для кодификации информации. Вот, пожалуйста, три там у нас всяких разных насекомых, да, вот они соединены, вот он образ возникает. В начальной школе мы возьмем калькулятор и тоже будем соединять разные модели с его клавишами. Кстати, вот интересно, как возникла наша десятичная система исчисления. Как говорил математик Лузин, здесь скорее зоологическая такая предпосылка, если бы у нас было 8 пальцев, мы бы пользовались восьмеричной системой исчисления. Но у нас с вами на руках, на каждой руке по 3 пальцев всего 10, вот она образовалась десятичная система исчисления, понимаете. Вообще, ребенок, когда начинает изучать математику, мы же понимаем, что он должен пройти в этом своем как бы становлении, понимании математических представлений, он должен пройти исторический путь, который человечество проделало, да, а путь-то, ой, какой непростой. Поэтому вот, коллеги, задумайтесь, целесообразно ли опережать вот начальную школу в плане написания цифр? Математика так многогранна, давайте научим его наблюдать, давайте научим его анализировать, давайте научим его регулировать свою деятельность в плане вот как раз этих там вот с целью задания, все, что связано. Или здесь смысл понятия число и цифра? Вот число 3 обозначает количество насекомых на данной картинке, а записано оно цифрой 3. Вот. Сколько насекомых на каждой картинке? Это обозначает у нас цифра 3. Она, цифра обозначает число. Ну, я понимаю, да, что у каждого как бы автора и у каждого лектора своя позиция, ее можно принимать, можно не принимать, можно соглашаться, можно не соглашаться, но я считаю, что когда вот мы простите за просторечие, заморачиваемся вот с написанием цифр, вообще время какое-то у себя и у детей забираем, которое можно было потратить на более полезные вещи. Вот. Вот, пожалуйста, смысл понятий число и цифра. Число и цифра. Вот. Нарисую слева столько же палочек, сколько квадратов закрашено справа на каждом рисунке. Вот тут все квадраты, есть закрашенные, есть незакрашенные. Что будет делать наш ученик? Проанализирует картинку, которую он понаблюдает, увидит, что закрашено три квадрата и там, значит, поставит три палочки. И не будет он цифру писать. Ему важно понимать, что закрашенные квадраты и нарисованные палочки. Их количество можно обозначить одним и тем же числом. А потом мы еще вот тут соединим картинку с цифрой. Ну, смысл отношений больше, меньше, столько же. Больше, меньше, столько же. Это ребятам знакомо, да? Вот они составляют пары, вот они опять здесь рисуют палочки и так далее. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. Здесь вы видите, как иллюстрации несколько, значит, каким-то образом повторяются, просто потому, что каждое задание включает в себя много аспектов и очень много важных моментов здесь можно выделить. Я остановлюсь только на заданиях, которые вот представляют собой, ну, комбинаторные такие, элементы комбинаторики, да, элементы комбинаторики. Здесь у нас, конечно, надо учитывать житейский опыт шестилетнего ребенка, вот, значит, и его базовые представления о различных свойствах предметов и объектах окружающего мира, потому что объем и уровень научности, вот, подобных представлений крайне индивидуален, и нам не нужно уровень этой научности усиливать. А вот, ну, некое такое выравнивание, что ли, стартовых возможностей к моменту их вступления в школьное обучение, вот она, собственно, основная цель предшкольной подготовки. Некое такое, что ли, ну, как бы, создание такой ситуации условной, когда у нас ребенок, в общем-то, ну, приходит в школу уже с определенным запасом неких представлений. Вот, Маша собрала для гербария опавшие листья клёна, это элементы комбинаторики, да? Вот, это перебор. Покажи, как она может расположить эти листья в альбоме. Ну, что нам нужно дать каждому три листочка, раскладывать их и вот галочкой, значит, отмечать рисунки, на которых третий лист красный, например, или второй лист красный, и так далее. Это не более чем рассуждение, это, в общем-то, очень интересное такое занятие, это включение элементов комбинаторики, которые, в общем-то, вот здесь, что получается у нас? Это можно выполнять коллективно, да, задание. Надо вырезать листья зеленого и желтого и красного цветов. Даже можно сделать больше наборов, целых шесть наборов, да, она собирает, хотя листочков всего три, вот здесь вот надо понимать эту сложность, но дальше доберутся, как говорится, но важно, чтобы ребята понимали. Ну, если предлагать им задание выполнять как бы самостоятельно, да, здесь возникнет, ну, такой перебор хаотичный. Нам же надо, чтобы все-таки ребята ориентировались в системном переборе. Вот смотрите, первый листик из трех мы можем выбрать тремя способами. Или желтый будет первый, или красный, или зеленый. Давайте договоримся, какой мы возьмем первый. Например, первый возьмем желтый листик. Вот если есть фланеллиграф, или на доску мы крепим с помощью магнитиков, да, вот поставили желтый. Какой же будет, ребятки, второй листочек? Опять, двумя способами можно выбрать или красный, или зеленый. Выбираем. И дальше вот начинаем закрашивать. Только надо отметить, что у Маши только три листочка. Только три листочка. А вариантов их расположения как много получается? Посчитаем, ребятки, шесть. Вот как по-разному. А когда в школе вы будете заниматься, вы будете, значит, узнаете правила, там, и так далее. Вот. Количество перестановок здесь равно шести. Эти, в общем, элементы комбинаторики, они, вы знаете, как, задание выполняется на основе рассуждений. Вы помните, мы говорили, учите ребят выполнять рассуждения в форме связи простых суждений. Можно, вот мы выполнили задание, когда первый листочек желтый, да, потом берем, ребятки, а если первый листочек зеленый, вот я ставлю зеленый, эту модель листа выставляем, а как дальше можно поставить? Опять-таки, два варианта. После зеленого листочка может быть или желтый, или красный. Отлично. Вот теперь можно закрашивать. Понимаете, как иногда возникает вот впечатление, да, что, ой, такие сложные задания дают. Это вот там дети московские, они с этим справятся. Мы вообще, когда ребенка готовим к школе, мы должны понимать, что главное не сваливать на него содержание первого класса. Давайте-ка мы туда сейчас складывать начнем, научим их цифры писать, начнем складывать, начнем записывать всякие равенства. Давайте поработаем над его интеллектуально-познавательной сферой. Когда мы его научим, вообще математики в широком смысле этого слова. Как меня один мальчик говорил, который в пятом классе, в пятый класс перешел, математика это вам не деньги считать. Да, конечно, математика это не только арифметические действия и составление всевозможных равенств, хотя без них куда же, обязательно. Математика вообще наука, которая изучает количественные отношения и пространственные формы окружающего мира. Это еще высказывание Энгельса, да? Тем не менее, он прав до сих пор в плане математики. Вот. Значит, нам нужно с этими всеми простейшими элементами знакомить так, чтобы у них оставалась в общем-то возможность идти дальше, продвигаться. иначе, когда мы насыщаем содержание дошкольного образования всей этой математикой, у нас получается, что ребенок в первый класс приходит откровенно, скучает, он уже все знает, его академик сидит и все знает, а на самом деле мало чего знает, мало, потому что не умеет наблюдать, не умеет моделировать, не может выполнить простое рассуждение. Вот, например, в учебнике первого класса простейшее задание, которое я сейчас вам привожу, и вы смело можете им пользоваться. Стоит Винни-Пох перед горшочками с медом. Там таких горшочков у него восемь. На каждом горшочке есть свой рисуночек. Где-то у него листочек, где-то ягодка, где-то цветной кружочек, где-то еще что-то. Вот Винни-Пох задумался. Значит, восемь кружочков задумался. Он захотел один горшочек меда подарить пятачку. И задумался, какой горшочек можно подарить. А вопрос звучит так. Сколько вариантов выбора горшочка с медом у Винни-Пох И вот он начинает наш малыш рассуждать. Это буквально на первых страницах учебника. Элементы комбинаторики. Все сказали, какая-то математика. Ну так, приверженцы классического нашего образования. Где тут математика? Будет математика. Давайте-ка мы его научим таким простым вещам, чтобы он видел очевидное. Восемь кружочков, восемь горшочков, значит, восемь вариантов выбора. я могу подарить этот или этот или этот. Вот в чем заключается подготовка. Именно этими аспектами мы должны заниматься в дошкольном образовательном учреждении. Вот строить рассуждение. Раскрась гриб, который растет справа от пенька. Вообще это ориентация в пространстве. Да. Который гриб справа от пенька, вот который я вижу справа, тот и будет справа. А если стоит девочка между двух берез, и мы говорим раскрась березку, которая справа от девочки, значит, я должна мысленно себя поставить на место этой девочки, представить ее положение в пространстве. Это более сложное задание. Вот здесь простое задание. Значит, когда он начинает раскрашивать, мы можем опять-таки работать самостоятельно, но мы говорим о чем? Поставь сначала галочку простым карандашем, где ты собираешься раскрашивать. И посмотрите, что они сделали. Вдруг ошибся. Имеет право. А как ты рассуждал? Как ты думал? Почему ты решил? Обоснуй свое мнение. Пожалуй, слово докажи здесь будет не совсем уместно, а вот обоснуй, расскажи. Ты знаешь, я ничего не поняла, если ты мне не объяснишь, наверное, не разберусь никогда. И ребенок понимает, что вы с ним, наверное, так, ну, шутите, потому что взрослые же все очень умные в глазах. Ребенка это наш тот авторитет, который с годами куда-то девается. Но пока надо, мы можем с ними так поиграть. Идем дальше. Следующее. Выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, не овладевать простейшими логическими операциями. Опять, самостоятельная работа. Обведи линии те пары, в которых воздушные шарики имеют разный размер и форму. Можно эти шарики даже на занятия принести. Опять-таки, вот приоритет этой игры дидактической. Когда мы шарики всякие разные собрали в пары и говорим, ребятки, а что вы можете рассказать про эти шарики? Пусть говорят, чего хотят. Этот синий, этот длинный. Синий, хорошо, ты цвет увидел. Этот длинный, какой ты молодец, какой ты наблюдательный, ты увидел размер. Эти слова в нашей речи будут звучать. Не факт, что дети все их заметят. У них будет опять все это эмоционально очень добросердечно, благополучно и так далее. Но между делом мы вот это включаем в нашу математику. Когда мы учим их вот этим простейшим логическим операциям. Или найди пару для каждой варежки. Надо же представить, где правая ручка, а где левая, как они там расположены. Вот он сидит, вот я наблюдала это занятие в детском саду. Вы знаете, очень забавно, мальчик один прямо ручки так поставил, я к ним подхожу и говорю, а ты о чем думаешь? Вот я нашел на правую руку, а на левую сейчас смотрю. То есть, понимаете, как он работает по представлению. Что значит представить? Ну, мы с вами встретимся еще в геометрическом материале в июне месяце, там будем подробно говорить. Вообще, чтобы представить нечто, выходящее за рамки бытового опыта, это определенный уровень абстракции. И, конечно, ребенку непросто. Но вот поэтому такие вот ситуации всегда и включены, чтобы он, значит, ориентировался. Вот. Ну, я буду потихонечку завершать. Если будут вопросы, буду очень рада. Вот. Значит, пока вы смотрите эту картинку, покажу вам еще одну книжечку, которая для меня очень интересна. Возможно, вы ее знаете. вот эта книжка. Это Александр Звонкин, математик. Это наш математик, долгое время он работал за границей, много книг всяких писал. Она называется «Малыши и математика». Это домашний кружок для дошкольников. Домашний кружок. Вы знаете, в очень хорошей, увлекательной форме описаны занятия с детьми, начиная с четырех лет. Начиная с четырех лет. Вот. И изложено доступным языком, рассмотрены основные понятия, которые ребята могут овладеть. И я уверена, что для многих педагогов эта книжечка может стать такой, знаете, ну, если не наглядной, то настольной, если не рядом с кроватью, то настольной точно. Далее, я в своей презентации ориентировалась вот на эту программу «Ступеньки детства» и на пособия, которые представлены в этой программе. «Ступеньки детства» «Ступеньки детства» хорошо. Значит, сейчас я, да, мне тут посоветовали, как правильно вам все показать. Значит, коллеги, когда вы будете скачивать нашу презентацию, мы с удовольствием это делаем, всегда рады поделиться тем, что у нас есть, вы увидите на последнем слайде, значит, Значит, литературу, которую я использовала, это все те ОМК, которые были представлены в самом начале, когда мы говорили о различных задачах, о комбинаторных, о логических, о геометрических и так далее. Вот, если вас это заинтересует, буду только рад. Я еще раз сейчас останавливаю демонстрацию. Не волнуйтесь, вы сможете скачать презентацию, потому что это, в общем-то, обязательные условия нашей работы, чтобы все наши слушатели получили презентацию. Я ее останавливаю. И сейчас я еще раз покажу вам эти книжечки. Значит, вот она, эта книжка «Малыши и математика». Александр Звонкин. Сама читала с удовольствием, перечитываю и рекомендую. Так, значит, ну вот эта книжка у меня издание уже достаточно долгое. Здесь Московский центр непрерывного математического образования. Это издание 2007 года. Не могу сказать про переиздание, но хочу сказать, что книжка издана вот эта добротно. Ее, в общем-то, можно... Знаете, в интернете можно найти. Даже как-то я смотрела, есть такие сайты, на которых даже скачивать нужно. Как ни странно. Вот. А вот эта книжечка, про которую мы говорили, вот, это, значит, концепция, программа концепции «Ступеньки детства». Итак, подводя итог. Несмотря на то, что тема была заявлена «Подготовка младших школьников к обучению и решению задач», мы, конечно, затронули гораздо больший круг вопросов, чем предполагалось. И я очень люблю это обстоятельство, потому что говорить отдельно о подготовке ребят к обучению и решению задач невозможно. Задача – это, так сказать, фрагмент математической подготовки школьников. И именно поэтому мы не будем ее выделять отдельным блоком. А математическая подготовка дошкольников, она настолько разнообразна и многоаспектна, что мы не должны забывать ни об одном, так сказать, фрагменте, ни об одном моменте. Да. Еще хочу сказать, что вот, к сожалению, сейчас изредка, но встретишь мнение о том, что уже в дошкольном образовательном учреждении нужно ребят готовить к знакомству с простыми задачами, нужно учить их решать простые задачи. К чему мы, коллеги, приходим? К показу образца. Показ образца, он ушел сейчас. Это вчерашний день. Когда мы показываем образец, не включая ребенка в деятельность, мы просто-напросто сводим на нет все усилия по развитию ребенка. Образец – это всегда, понимаете, ну, некий постулат, который нельзя нарушать, надо слепо ему действовать. Именно поэтому мы потом получаем с вами такие удручающие результаты. Удручающие результаты. Ведь в 2012 году была информация о том, что вот из восьми разделов, это я была на совещании в одном уважаемом институте, программа начального курса математики состоит из восьми разделов. Один из них – обучение решению задач. Вы не поверите, до сих пор обучение решению задач, умение решать задачи по-прежнему на последнем месте. На первом месте все что угодно – работа с информацией, вычислительные деятельности и так далее. Надо менять методику и надо менять отношение к ребенку. И если мы вот эти два аспекта соединим, увидим ребеночка нашего за тем громадьем материала, и поймем, как ему непросто ориентироваться в мире, возможно, тогда мы немножечко иначе будем строить свою работу. Я благодарю всех за участие в вебинаре. Надеюсь, что информация, которую вы получили, вам поможет в организации вашей работы. И жду ваших вопросов. Спасибо за внимание. Всем творческих успехов. До свидания.